Платибеладон Платибеладон напоминают одновременно современных и слона, и бегемота. С первым его роднят внешние признаки, например, наличие бивней, а с вторым – размеры и возможный полуводный образ жизни. Долго считалось, что платибеладон предпочитал селиться в болотах или в водоемах, которые служили ему основным источником пищи. Еще ученые спорят, был ли у этого существа хобот, но большинство все же сходится, что у него была просто плоская удлиненная верхняя губа. На этом проблемы с головой у этой твари не заканчиваются, потому что нижняя челюсть в черепе у него была длиннее верхней раза где-то в два. Судя по всему, платибеладоны были стадными животными, и у них проявлялся очень выраженный половой деморфизм. Так самцы были крупнее и без того большая нижняя губа была длиннее. Для чего же нужна была ему такая огромная нижняя челюсть? Ответ прост. Для того, чтобы сдирать с деревьев кору. Да, на самом деле он был сухопутным, и все предположения ученых просто разрушились. Также данное рыло могло использоваться и для обороны против хищников, потому что если долбануть такой по голове, мало не покажется. Ну а на этом пока!